Мы вернулись, вы смотрите «Израиль за неделю» каждую субботу на RTVI. Итак, в Женеве на этой неделе идут интенсивные переговоры по поводу иранского атома. Министр иностранных дел Ирана даже боль в спине преодолел ради этих переговоров. Большинство обозревателей сходятся в мнении, что нынешний виток самый серьезный. Но что в итоге он может принести? Об этом мы поговорим сегодня с редактором программы Борисом Гентиным. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. На данный момент все выглядит достаточно неплохо и вполне обещающе. Да, вполне. Иран согласился снизить количество обогащаемого урана или даже совсем прекратить обогащение. Иран согласился на внезапные инспекции своих ядерных объектов. То есть действительно есть основания полагать, что какие-то результаты могут быть вполне серьезные. Почему же тогда в Израиле недовольны? Мы говорили, кстати, об этом только что с депутатом Кнестом Рав Михайле. Она, например, недовольна поведением Минтаньяу, который вместо того, чтобы виртуально похлопать по плечу готового к кооперации Ирана, очень недоволен происходящим. Вы знаете, депутат Михаэле не случайно поставила в один ряд в своем фейсбуке палестинцев и Иран. Дело в том, что дилеммы, перед которыми стоит Израиль в этом отношении, они сходны. Что я имею в виду? Дело не в том, что такой недоверчивый или злонамеренный Бениаминтаньяу или вся политическая система государства Израиль. Дело в том, что это очень тривиальная для Израиля ситуация. С одной стороны, конечно, нынешний президент Ирана может быть вполне искренне заинтересован в разрядке напряженности. В том, чтобы санкции, наложенные на его страну, были сняты. Или, по крайней мере, ослаблены. Но у Израиля всегда стоит этот вопрос. А что будет, если на следующих выборах победит президент Ахмадини Джад и Иран останется на расстоянии вытянутой руки от создания атомной бомбы? Вы хотите сказать, что Израилю не нужен Иран, который играет на стороне хороших ребят? И Израилю очень трудно поверить в то, что политическая система в Иране настолько стабильна и преемственность власти в Иране будет настолько стабильной, чтобы обеспечить подобные отношения к странам Запада и к Израилю. Сейчас заявления Ирана выглядят вполне миролюбиво. И даже если мы считаем, что мы им верим, как Константин Сергеевич Таниславский, а не как Бениамин Атаньян, мы им верим. А Раухани и его команда действительно заинтересованы в разрядке. Но его преемники могут быть абсолютно... То есть нам необходимо ковать железо пока горячо? Это вопрос, я думаю, над которым ломают все голову и в Иерусалиме, и в Вашингтоне, и во многих других местах. И то же самое просто, если мы пройдем дальше... Я хотела, чтобы вы объяснили параллель с палестинцами. И палестинцами. Ведь то же самое происходит и с палестинцами, и с другими нашими арабскими соседями. Ведь нам часто говорят, что мирные соглашения, которые могут быть заключены с арабскими странами, крайне тяжело на них рассчитывать, потому что они будут выполняться. Сейчас часто можно услышать, как говорят, как здорово, что в свое время бывший президент Сирии Хафиз Асад был таким неуступчивым, что он не согласился подписать с Израилем мирное соглашение. Потому что если бы он согласился, если бы он был более уступчивым, то сейчас мы были бы и без голландских высот, и с войной на своей границе у берегов Кеннерета. То есть, в принципе, как бы вывод, который делаете, что наши соседи должны оставаться плохими в наших интересах. Это часть того парадокса, к которому мы можем прийти, хотя я думаю, что это не настолько однозначный вывод. Ну что ж, Борис Янтин, редактор программы, большое вам спасибо. Спасибо вам.